Приветствую вас. Честно говоря, я не думал, что для вас так интересно уходят российские банки с Украины. Не уходят. Но если интересно, пару слов скажу. Начнем с самого простого. Значит, смотрите. Украина действительно сейчас, украинские банки работают за российским капиталом. Что это за банки? Проминвестбанк, ПИП по-украински, ВТБ соответственно, Сбербанк России соответственно. И еще Альфа, Альфа здесь немножко отдельно, но она наоборот расширяет свой бизнес в Украине. Действительно, в данном случае и ВТБ, и ПИП он, в общем-то, надлежит государственным банкам. То есть, внешний эконом Банк России. Ну, Сбербанк России, понятно, Сбербанк России. Почему собираются уходить? Ну, а вы сами это решайте. Почему собираются уходить? Я просто привожу цифры. Итак, вот есть официальные показатели так званых, ну, как бы ориентальных активов. Вот, ориентабельность активов по этому первого квартала. Вот, ВТБ ориентабельность активов минус 71%. Почему? Из его портфеля у него проблемных 20 миллиардов. Кредитов проблемных. Миллиардов, не миллионов. Проинвестбанк 22 миллиарда проблемных. У него ориентабельность активов минус 22%. Ну, вот, насчет Сбербанка России там, ну, тоже сумма, как бы, большая 22 миллиарда, но там немножко структура другая. И, в принципе, вот, ориентабельность активов Сбербанка 0,41. Ну, чтобы вы правильно поняли, Райфайзена 0,32. То есть, у нас тут, знаете, таких чудес больших нет. Ну, Сбербанк, Ощадбанк Украины 0,26. Ну, чтобы вы немножко правильно поняли, что вот эти 0,41, это хорошо для Украины. Потому что, ну, по остальным-то черно, что творится. Ну, теперь смотрите, в чем специфика. Ну, вот, и ВТБ, и про Медвестбанк, он ориентировался, соответственно, на работу с юрлицами. Что это были за юрлицы? Это юрлицы, которые сотрудничали Украина-Россия. Ну, было таких совместных самолетов, было такое, ракеты, было такое. Газ, туда же, машиностроение, химия. Ну, понимаете, вот многие проекты российско-украинские, они финансируются через ВТБ, через промедвестбанк. И он, эти банки, как бы специализируются на обслуживании, еще раз повторяю, юрлиц. И когда я вот называю это миллиарды, как правило, у них кредиты по юрлицам. Ну, их физлиц кредитов очень мало. Там сумма небольшая, там даже миллиарды нет. Ни по ВТБ, ни про Медвест. Там, в основном, юрлицы, юрлицы, еще раз говорю, это юрлицы, которые или украинские, которые работают с Россией, или российские, которые работают с Украиной. Понятно? Но пока это все работало, в конечной торговле, то в принципе хорошо. А сейчас, что получилось? Сейчас он стал минус. Ну, полностью, потому что, получается, эти не торгуют, эти не покупают. И вот по этим двум банкам, еще раз повторяю, промедвестбанк ВТБ, действительно, но если дальше сотрудничеств не будем, то вот эти проекты, кредиты, ну, они не имеют будущего. Так что здесь вполне логично, что называется, продать эти банки и просто свернуть бизнес. Не бросить, еще раз повторяю, уход, это не знаешь, что бросать, их продать. Да, их можно продать, например, вот кому продать, честно говоря, не знаю. Вот не знаю, потому что сейчас в Украине, ну, может, они кому-то там продадут, как бы за одну гривну. Потому что, вот смотрите, я еще раз говорю, даже если новый покупатель купит эти банки, ему надо даже делать что-то с этим кредитом. Погасить кредиты этим, я думаю, невозможно. Ну, потому что торговые связи разорвались, там, я так догадываюсь, громадное количество залогов, невостребованных, непонятных, клиенты уже не работают. Списать, как их списать? Списать-то надо где-то деньги взять, понимаете? Вот, чтобы вы правильно поняли, как банк списывает, пожалуйста, хотите списать, увеличить капитал на 22 миллиарда и списываете. Хоп, схлопнулось. Поняли? Ну, может быть, действительно, на каком-то этапе тут какая-то реструктуризация, какие-то компромиссы и так дальше. Потому что, что касается ВТБ и Проблизбанка, по большому счету, да, они банки, как бы, под проект, тот проект. Сейчас нет. Вот Сбербанк России, ну, не знаю, понимаете? Еще раз говорю. У него 50-50. Во-первых, у него действительно много кредитов выдано юрлицам, но и физлицам в Украине. Вот эти два перейдут, там не было. Потом, если посмотрим, и ВТБ, и Правинвест, депозиты много не привлекал. Сразу, ну, я имею в виду физлиц. Там есть депозиты юрлиц, но это, скорее всего, повязано. А вот Сбербанк России довольно много. 10 миллиардов гривен это депозиты физлиц. Так что, здесь немножко другая. И кредиты. То есть, вот Сбербанк России, он как розничный банк работает. По этой причине было заявление, что он собирается ходить, потом заявление, что он не собирается. Но я не знаю. Там были такие разговоры, слухи сразу. Есть идея. Скажем, чтобы Сбербанк России не ушел, а сам себя перепродал. Сейчас объясню. Смотрите, в Украине работал банк Российский стандарт. И когда вот Майдан, все там, ну, ничего хорошего. Они взяли его и перепродали сами себе, мягко говоря. Сейчас он называется у нас форвард. Ну, форвард, это же не Российский стандарт. Здесь тоже что-то такое надо сделать. Взять его так. Лукойл тоже самое сделал, сам себя перепродал. И здесь может сработать. Вот если вот они это сделают, ну, снимут напряжение. Вот есть банк, есть, работает, работает, но он уже называет не Сбербанк России, а цветочки номер два. Уже отношение с другой. Может такое. А что касается ВТБ и ПИБ, ну, честно говоря, я понимаю, им просто нечем здесь заняться. Вот такая вот получилась ситуация, ребята. Думайте сами, уходят, не уходят. Да, сказать, что тут вот экономика рухнет, она уже рухнула. Понимаете, банковская система кулина рухнула. И эти банки не кредитуют, и Райфайз не кредитуют, и Уксиб. Да никто, ну, все сидят в ожидах, Ащад не кредитуют, Уксоцбанк никто не кредитует. С другой стороны, что я говорю, что делать дальше, никто не знает. А сейчас с банкировым встречаешься, ну, знаете, такое, ты встречаешься, конференция банкиров, ну, как на поминках, ей-богу. Вот ты встречаешься, и вот, вот как на поминках, там все шук-шук-шук-шукаются, знаете, так говорят, ну, поминки. Никто ничего не знает. Так что, еще раз повторяю, Украина не исчезнет, даже если эти банки перепродадут. В любом случае, да, перепродают, конечно, скажем, не за плюс, а за минус. А так, что будет дальше? Скорее всего, банки остаются, но уже как бы немножко в другом форматике.